По дороге в школу ученики лицея номер 22 видят огромную стихийную свалку. Обзор на мусорные мешки открывается также из окон учебного заведения. Время от времени городские власти вывозят отходы, однако в течение нескольких дней перекресток на улице Якова Горелина вновь превращается в мусорный полигон. Это уже, наверное, навалили местные жители, стихийная свалка. И как часто она появляется здесь? Каждый год. Каждый год здесь вот эта вот куча мусора, ее убирают? Ну, убирают. Как часто убирают? Не помню, вот не могу точно сказать. Как давно она образовалась вообще? Честно говоря, не помню, внимания не обращал. Ну, дня два-три точно она есть. И, конечно, это ужасно. Здесь, знаете, что просила школа убраться на территорию. Ну, убрали все, родители приходили, спасибо им. Как оставили здесь, так до сих пор никто не убирается. То есть это откуда весь мусор? Со школы, наверное, отсюда. С каждым днем все больше и больше становится эта куча. Только здесь я учусь, на первом этаже, в первом В. Да, и прямо из окон он видит эту кучу. Да. Так что безобразие. Возле горы мусора аккуратно сложены ветки. По словам местных жителей, это последствия благоустройства школьной территории. Ветки опилили, а вместо того, чтобы цивилизованно утилизировать, вынесли их за забор школы. Если можно лицею, почему нельзя остальным? Вот общими усилиями и получилась свалка. Пакеты выкидывают местные по дороге на работу и в ту же самую школу. Городские власти о большинстве стихийных свалок знают и время от времени приводят общественные места в порядок. Администрация города регулярно вывозит навалы мусоров с территории общего пользования. Заявки формируются по заявлениям жителей. Также отслеживаются СМИ, заявки в различных соцсетях, на сайтах, порталах. Соответственно, подрядная организация после получения заявки выезжает и убирает данную территорию. В данном случае как нельзя лучше подходит поговорка. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Сколько бы заявок неравнодушные ивановцы не отправили в мэрию, стихийные груды отходов исчезнут только тогда, когда сами жители будут отправлять мусорные пакеты исключительно в мусорные баки. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.